Прекрасную половину поздравляли со сцены, стихами и песнями. В зале собрались ветераны войны, учителя, врачи и многодетные матери. А главные комплименты произнесли губернатор Вениамин Кондратьев и председатель законодательного собрания края Юрий Бурлачко. У нас страна поменялась, а 8 марта никто поменять не смог. Потому что у Кубани и у России женское лицо. Роль женщины в истории и страны, конечно, и нашего края трудно переоценить. Кубань, я уверен, вы все со мной согласны, самая красивая и богатейшая земля России, земля-кормилиц кубанским казакам была подарена женщиной, императрицей Екатериной Великой. Так вот, издревле кубанские казачки не только берегли и лелеяли домашний очаг, они воспитывали своих сыновей истинными патриотами и защитниками своей земли и Великой России. Я уверен, ничего до сегодняшнего дня не изменилось. И уверен, не изменится, потому что вы у нас такие же, настоящие кубанские казачки. АПЛОДИСМЕНТЫ Нас, мужчин, не перестают удивлять и в какой-то степени даже восхищать вашу активность и умение одновременно делать несколько дел. Вы преуспеваете в своей профессии, активно занимаетесь общественной жизнью, при этом вы храните домашний очаг и умудряетесь всегда прекрасно выглядеть, быть энергичными и обаятельными. Глава региона также привел в пример выдающихся жительниц Кубани. Вениамин Кондратьев вспомнил подвиги Епистинии Степановой, ночных ведьм Евдокии Бершанской и Марии Росковой. Конечно, нелегкая женская доля Великая Отечественная война. Мать Степанова, которая не дождала своих девяти сыновей с фронта. Девять сыновей. Наши легендарные летчицы, ночные ведьмы, Бершанская, Роскова и многие-многие другие, а сколько неизвестных женских имен, которые приближали великую победу. Нелегкая женская доля. Да и сегодня, сегодня вы занимаете руководящие должности в органах управления, в политике, возглавляете предприятие. И самое главное, у вас хватает время оставаться ласковыми мамами, заботливыми сестрами, любящими женами и любимейшими бабушками. Спасибо вам еще раз огромное. Губернатор и председатель ЗСК вручили женщинам государственные награды. Праздник продолжился выступлением кубанских коллективов и артистов краснодарских театров.